Против телезрителей сегодня играют Двухкратные обладатели «Хрустальной совы» Юлия Лазарева, Елизавета Авдеенко, Дмитрий Авдеенко Обладатели «Хрустальной совы» Равшан Аскеров и Михаил Скипский Обладатель «Бриллиантовой хрустальной совы» капитан команды Балаш Касумов Против команды Балаша Касумова сегодня играют Марат Малевога-Непервилл, Анна Самсонова-Монреаль, Марина Таргунова-Тюбинген Зинаида Сташевская-Ричмонд, сектор Блиц Зинаида Царева-Рошаль, Алитей, Аганесян-Чебоксары, Василий Подгайный-Борисов, сектор Супер Блиц Галина Завьялова-Первоуральск, Артем Межурецкий-Бахтитогорск, Юлия Попова-Минск 13-й сектор Зимние игры «Что, где, когда» телезрители против знатоков Играем до 6 очков, счет 0-0 Первый раунд Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки Господин Касумов, почему у вас такой испуганный вид? Нет, все в порядке Какой-то звук такой странный, да? Да В каком-то ухе у вас свистит В двух ушах, к выпивке говорят Сигнализация, горит Думаете, сигнализация? Ну посмотрим, пока, пока держимся Все, все Все, вот так уже лучше Как настроение у вас, господин Касумов? Все хорошо, господин ведущий Здорово Мы играем, это хорошо Монреаль Сейчас, давайте посмотрим Монреаль Против вас играет студентка Анна Самсонова Город Монреаль, Канада Господин Касумов, запишите Первая часть Мечтание страсти Вторая Бал Третья Сцена в полях Четвертая Шествие на казнь Пятая Сон в ночь шабаша Это название пяти частей Музыкального произведения Написанного в 1830 году Одним французским композитором Внимание, вопрос Назовите его фамилию Фаузен, гуно Фаузен, гуно Гуно Гуно, фаузен, есть А со что, где, когда, может быть связано Какой-нибудь мелодий Так, для войны и миром Мечтание, бал, сцена в полях Тут что, на матер и маргариту похож какой-то Бал, сцена в полях Кого-то казня Берлиоз Берлиоз, да, хорошо, смотри А, Берлиоз Там все на мастера маргарита похоже Там все на мастера маргарита похоже Видишь, и голову мы отрезали Да Берлиоз, ну что, хорошо Что мастера маргарита Берлиоз Француз, да Да, шабар Да, давайте дальше Что, ну, ну, слишком просто Нет, через мастера маргарита Да, да, похоже на это Ну, бал Допозитора Булгакова на всякий случай Не отыграл Не знаю Давайте, я подключу Господин ведущий А вы хотите уже отвечать? Да Прошу вас Рафшан ответит Рафшан Аскеров, прошу вас Ну, вы когда перечисляли все вот эти части Там очень, особенно Бал Натолкнул на мысль о том, что Как-то это связано с мастером маргаритой Булгаковским Но дата 1830 год И композитор отпросил у нас Видимо, вот у Балаши тоже возникла эта мысль Натолкнул на мысль, что Девчонки, это композитор Гертри Берлиози Берлиози А теперь, внимание, правильный ответ Господин Казумов, если не секрет Почему вы сами придумали эту версию А отвечать дали Рафшану Рафшану важнее сейчас Да Название пяти частей Напоминают некоторые главы из романа Булгакова Мастера Маргарита Видимо, неспроста писатель дал одному из своих персонажей Фамилию автора этой Фантастической симфонии Берлиоз А имя отчества дал свои Михаил Афанасьевич 1-0 1-0 В пользу знатоков Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации Госкорпорации Росатом Сергей Новиков Добрый вечер, Сергей Добрый вечер, господин Владимирович Этот сезон весьма успешно складывается для знатоков В 18 играх 11 побед Но главное, безусловно, победить в финале года Какая команда, на ваш взгляд, лучше справится с этой задачей? Команда Косумова или команда Сиднева? Мне кажется, мы сегодня увидим Получим ответ на этот вопрос, господин ведущий Еще, знаете, все-таки хочу обратить внимание Что нам вас здесь плохо слышно Нет вот этого эффекта присутствия Да, то есть это как будто радио работает А я немножко в стороне А вот так хорошо А я немножко в стороне А так я, наоборот, пугаюсь себя Так В отсутствии Владимира Верхошинского Я попрошу защищать интересы телезрителей И хранить теле традиции нашего клуба Григория Гусельникова Добрый вечер Григорий, скажите А у вас нет такого легкого чувства неудовлетворенности От того, что сенсации в этом сезоне не произошло? Играли, играли А в итоге либо лучшая команда прошлых любилейных игр В финале года будет играть Либо команда магистр Да нет, мне кажется Это все-таки юбилейная серия И здесь гораздо важнее, что заслуженные команды попадают в финал Потому что будет определение лучшего игрока И это, мне кажется, происходит не так часто И мне кажется, как раз и сильная команда должна попасть в финал Это было бы, наоборот, несправедливо по отношению к профессиональным, качественным знатокам Если бы они оказались за бортом И, например, наша команда случайно оказалась бы в финале Ну, у вас очень качественная команда Второй раунд Господин Косумов, компания Бинстрахование предоставляет вам возможность застраховаться от Суперблица В качестве страхового взноса вы должны уже сейчас назвать фамилию знатока, который будет играть Суперблиц Вы будете страховаться? Да Будете? Тогда прошу имя Дмитрий Авдеенко играть Дмитрий Авдеенко Поздравляю, вы застрахованы Если сегодня Волчок укажет на Суперблиц Вы получите страховое возмещение на сумму 120 тысяч рублей Уважаемые телезрители Команда Балаша Косумова в нашем клубе выигрывала все, что только можно выиграть Но никогда не выигрывала Суперблиц 12 поражений 12 поражений из 12 возможных Сейчас еще выпадет Суперблиц, да? Борисов Против вас играет товаровед Василий Подгайный, город Борисов, Беларусь Не так давно в Беларуси появилась социальная реклама Целью которой было сократить количество несчастных случаев Связанных с использованием пиротехники Она представляла из себя объявление про дампетарды А на отрывных частях были указаны телефоны МЧС Позвонив по которым можно было послушать информацию об опасности использования фейерверков и петард Внимание, вопрос Вот вам листы бумаги и ножницы Повторите замысел авторов этой рекламы Руки, ноги, пальцы, пальцы Пальцы, 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 пальцы Хорошо, да То есть ладонь Просто отбеди ладонь Просто отбеди ладонь Нет, Дим, вот эти отрывные штуки Может быть, пальцы, пальцы, пальцы Да, 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 и телефон на ней Телефон на ней Что еще? Давайте дальше И здесь номера телефона Да, да, да Дим, только обычно Обычно Делай ножницами или что Смотри, вот так же обычно Да, да, а так много Ну, в любом случае, замысел состоит в том, что отрывные части — это пальцы Да Да Дим, надо будет вырезать тебя Может быть, вот так? Может быть, вот так? Ну, вырежи, да Прямо вот так, серьезно? Да, да Дима, Дима, вот-вот, вот так Ну, как говорится, одно и то же, ребята Не-не, вот так же Так сложнее взять Нет, надо же Давайте еще придумаем Еще что-то? Нет, ну, в общем, выруми, да Да Господин ведущий Дмитрий Авденько вырезает Господин ведущий, Дмитрий Авденько Да, я пробую А-а-а, Балаш, это 50 секунд просто Что вы так торопитесь все время 50, вот сейчас Дмитрий Авденько может отвечать Дмитрий, прошу отвечать Да, я сейчас попытаюсь вырезать правильный ответ А вы пока давайте ответ и вырезаете Мне кажется, что по замыслу авторов Опасность петард в чем? В том, что они взрываются в руках и отрываются пальцы Соответственно, объявление было сделано на бумажных листах В которых отрывные части представляли из себя пальцы Ну, вы не дорезали, вы хотели дорезать пальцы до конца Да, я обвел руку и пытался отрезать А теперь, внимание, правильный ответ Замысел авторов рекламы заключался в том, что объявление представляло из себя Посмотрите на экран Кисть руки, текст объявления на ладони А телефон МЧС на пальцах Вот видите? Вы все сделали правильно 2-0 Дмитрий Авденько Второе очко В этом важной игре Третий раунд Уважаемые телезрители, вы знаете, вообще это потрясающая история Лучшая команда юбилейных игр 2010 года за 4 сезона Проиграла 6 игр из 8 А в этом буквально на глазах возродилось Две победы, в том числе в финале осенней серии И команда вновь на коне Балаш, вас так мобилизуют юбилейные игры Вообще, с чем это связано? Вы уже с обычными не связываете с сезонами? Нет, ну, были временные проблемы, наверное Ну, сейчас я уже понимаю, что проблемы, наверное, были связаны с мотивацией А потом нам просто очень захотелось снова стать той командой, которую помнит зритель И вот мы старались Ричмонд Против вас играет Зинаида Сташевская, город Ричмонд, Канада В одной индийской притче человек обратился к Будде И услышал от него такой ответ Сначала убери эго, затем желание, и тебе останется Внимание, вопрос А что останется? Спокойствие, счастье, счастье, спокойствие А нирвана, тебе останется Вот, если ты выбираешь это, выбираешь желание, без желания Без желания, это нирвана, да Буддинская история, да, это счастье Я хочу, да, я хочу Здоровье, эго, это я Желание, это хочу, да Без мир, природа, созерцание природы Нет, он стоит, у тебя останется это, когда у тебя нет личного и нет желания Пустата Все остальное остается Апания, все остальное Вопрос, ответ Вот это, да Ну это буддинская история Почему гармония, аскетизм какой-то должен быть ребят Я хочу спросить Это счастье, да Мудрость, как познать Ну это нирвана, правильно? Да, в гармонии с миром остается человек. Счастье, нет? Я хочу знать. А, смотри, вот Лиза говорит. Я хочу знать. Я... Это я. Эго — это хочу. А вот знание... Ну, например, знание, нет? Итак, кто отвечает? Елизавета, прошу вас. Возможно, останется знание. Знание. А теперь, внимание, правильный ответ. То есть вы хотите сказать, что человек пришел и что сказал? Я подумала, что он сказал, эго, я хочу знать. Я хочу знать. Но он обратился к Будде с вопросом. Вопрос как звучит? Я хочу знать. Ну, например... Так. И если убрать... Вот вы скажите, я... Я хочу знать ответ на этот вопрос. А я вам отвечу. Уберите я, и уберите хочу, и будет вам ответ на этот вопрос. Так получается? Ну, например, да. Но разве это соответствует действительности? А вот то, что говорил господин Аскеров, абсолютно соответствует. Убери я. То есть желание. Хочу. И тебе останется, господин Аскеров, что? У меня было счастья не было. Счастье, о котором ты просишь. Я хочу счастья, говорил герой этой притчи. 2-1. 50 тысяч рублей получит Зинаида Сташевская из Ричмонда. Нормально. Господин Косумов. Да. Хочу сказать, что эта ошибка может быть очень-очень-очень сильно сказаться на результате. ВИКТОР СИДНЕВ Чтобы обойти команду Виктора Сиднева и выйти в финал года, команда Балаша Косумова должна выиграть сегодня 6-4 или крупнее. Интересно, что в 2011 году была точно такая же ситуация. Господин Сиднев, помните? Вы выиграли 6-4 во второй отборочной игре. И накануне финала года играла команда Косумова. Валаш, итог помните? Да, я помню. Но это был не юбилейный сезон. Не юбилейный. А итог был, вы проиграли 6-2. Ну, чтоб 6-2 надо, конечно, постараться. Хотя, конечно, вы сейчас... А вы добрый сегодня, господин ведущий. Про Суперблиц напомнили. Да, да. Ну, Минск. Нормально. Против вас играет дизайнер Юлия Попова из Минска. Господин Сиднев, видите, как мы с вами поговорили, и Волчук выбрал вопрос, который не выпал в вашей финальной игре летней серии. Видите, как он намек понял. Внимание, черный ящик. Господа, в черном ящике находится то, из-за чего в конце 19 века в Америке биржу называли «лес дымоходов». Внимание, вопрос. Что же за дымоход в черном ящике? Трубка-то? Снецепониматическую почту. Снецепониматическую почту. Снецепониматическую почту, конечно. А как видно уже пневмопочту? Голуб? 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 Голуб в клетке? Голуб в клетке. Слушайте, а если ветеранки по телефон, кто показывает телефон? Не знаю. Тут провода, кабели? Телефонные трубы. Трубы, трубы, трубы какие-то. Надо быстро сообщать. Они все время говорили по телефону. Какой век? 19-19 века. Карточки. Они быстро сообщают. Цилиндры. Цилиндры хорошо. Цилиндры хорошо. Очень хорошо. Цилиндры очень богатые. И дымоход трубочистый. Представьте себе ситуацию биржи конец 19-го века. Одежда жду. Лес дымохода мне нравится. Чернила. Чернила. Чернильные ручки. Трубочистые. Итак, кто отвечает? Юлия Лазарева. Юлия Лазарева. Прошу вас, Юлия. Господин ведущий, мне кажется, что на бирже в конце 19-го века наверняка присутствовало много важных, богатых господ, которые носили цилиндры. И вот эти черные цилиндры были похожи на торчащие дымоходы. А теперь, внимание, правильный ответ. В конце 19-го века на биржу игроки приходили. Откроем черный ящик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы покажите. В цилиндрах. Со стороны это выглядело, Юля, посмотрите на экран. Как лес дымоходов. Молодец, Юля, молодец. 3-1. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы просто представили картинку, Юля, да? Какую картинку? У тебя крыши с дымоходами. Пятый раунд. Госпожа Лазарева, в осенней серии вы стали лучшим игроком и получили уже вторую хрустальную сову. Такую очень личную и индивидуальную. Впервые, по-моему. Как вы пережили этот успех, скажите? Знаете, господин ведущий, там были... На самом деле, эмоции было пополам. С одной стороны, радость от выигрыша и от хрустальной совы. С другой стороны, я в не меньшей степени переживала, например, что не ответила на вопрос про Пушкина. Поэтому я после игры всегда... А что сказали ваши близкие? У папы был день рождения. День? 25-го. Так. Ему получился такой прекрасный подарок. Он, конечно, сказал, что болел за меня, но ему еще очень понравилась игра Дима Авдеенко. Ну, и Дима Авдеенко, и вообще команда сыграла в осенней серии прекрасно. Я не понял, честно говоря, какой вопрос. Рошаль. Рошаль. Против вас играет Зинаида Царева. Город Рошаль, Московская область. Господин Гасумов. Да. Он свой морщинистый живот то выставит, то спрячет, то вместе с нами он поет, то вместе с нами плачет. Вопрос. Отгадайте загадку Михаила Яснова. Бояна или аккордиола? Бояна или аккордиола? Бояна или аккордиола это не одной тоже? Нет. Это разные вещи. Гармонь, бояна и аккордиола это разные инструменты. Еще? И как? Нет какой-то отсечки. Хорошо, что-то другое. Морщинистый живот, спрячет такой, поет и плачет. Это гармонь. Органы. 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 А почему его не вынесли тогда? А почему вы не сказали, что это за кулисы вообще? А зачем? Ну там большое что-то. Корзевский аккордион, наверное скорее. Хорошо, что еще? Мех какой-нибудь. Самовар? Морщинистый? Меха. Волынка. Волынка? Нет. Волынка на прядке. И мужского рода. Морщинистый кожаный, да? Скорее. Важно, что морщинистый кожаный. Морщинистый кожаный. И не обязательно кожаный. Ну не важно. Морщинистый кожаный. Батарея гофрированная. Противогаз. Я думаю, что, ну как Баян. Мое представление, это вообще одно и то. Я не отвечаю. И так, кто отвечает, тишина? Никто не отвечает. Кто отвечает? Равшан Аскеров. Равшан Аскеров. Прошу вас. Ну ведущий, у нас как бы нет такого тонкого музыкального образования ни у кого, но мы убеждены, что это загадка про аккордеон или про баян, но про то, что вот играется. Она же и гармонь, но поскольку он, то это как бы он же аккордеон. Ну понятно. А теперь внимание, правильный ответ. Прежде чем вы узнаете правильный ответ, господин Аскеров, поднимайтесь. Еще надо будет отвечать на вопрос. Равшан, куда вы пошли? А поднимайтесь. На меня, смотрите, не надо, туда не надо. А поднимайтесь. На меня. Отвечайте на мой вопрос. Почему не сказали, что у нас за кулисами? Ну я не знаю, почему вы так не сказали. Может не помещался? Сюрприз. Нет, господин Аскеров. Сюрприз? Потому что вы начали обсуждать раньше времени. А-а-а. И я просто не договорил. Это вы нас наказали? Это мы вас наказали немножко, да. Но не получилось. То поет, то плачет. Живот, то выставит, то спрячет. Это аккордеон. Здорово. 4-1. А сейчас внимание. В следующую субботу, 26 декабря, определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда» 2015 года. Если в финале года победят телезрители, то автор лучшего вопроса получит бриллиантовую сову и эксклюзивную пластиковую карту Банка Москвы на сумму 1 миллион рублей. Если в финальной игре юбилейного сезона победу одержат знатоки, то лучший игрок этой команды получит бриллиантовую сову и сертификат на 1 миллион рублей. А вся команда «Хрустальное гнездо». 6 хрустальных сов лучшей команде 40-летия. 6-й раунд. Господин Касумов, если вы одержите сегодня верх, то станете первой в истории клуба командой, которая выходила в финал юбилейных игр дважды. Интересно, что несмотря на то, что Равшан Аскеров не играл с вами в 2010 году, это может быть для него тоже второй финал, потому что он играл в 2005. Ну а если вы в финале года одержите победу, станете двукратными обладателями «Хрустального гнезда». Это вообще будет что-то. Только команда Козлова, по-моему. Да, господин Козлов? Мы «Хрустальное гнездо» один раз получали, а два раза подряд выигрывали. И команда Сиднева выиграла два раза в финал года. Блиц, господин Козлов, вы слушайте меня внимательно. Я говорю, дважды были в финале юбилейных игр. Вы в юбилейных играх не были. 33 года был юбилей тогда, как сейчас помню. Мы всех запутали в итоге, да. Блиц, три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый, чтобы одержать, заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. По традиции, на Новый год японцы отправляют друг другу поздравительные открытки. Нянгадзе. Софи Арутюнян из поселка Пироговский Московской области интересуется, для чего многие японцы хранят полученные открытки до следующего Нового года? Вспомнилась или нет? В следующий раз перенаправить. Ответ просто отправить заново. А не просто открытки без подписи, например? А может ответ отправить? Ответ, кто тебе прислал открытки, ты помнишь, кто тебе прислал открытки, посылаешь им вежливо. Чтобы не забыть кого-то. Прошу ваш ответ. Михаил, прошу вас. В Японии очень важно быть вежливым, ну и вообще важно быть вежливым. Соответственно, японцы хранят открытки за тем, чтобы помнить, кто тебя поздравил, и не забыть поздравить их на следующий Новый год. Абсолютно правильный ответ. Близ продолжается. Внимание, вопрос второй. Вопрос про необычные игрушки. Это газвода вам. Получили. А Наталья Алексеева из Борисоглевска интересуется, благодаря какому прибору смогли появиться на свет эти игрушки? Микроскоп? Компьютерная мышь? Микроскоп? Хорошо, это микробы. Да, микроскоп. А не компьютерная мышь? Не-не-не. Ну вот она такая продолговатая. Я думаю, что микроскоп. Они же непонятно кого. Я думаю, что это микробы. Да-да-да, хорошо. Это вот, например, какой-нибудь лейкоцит. Это эритроцит. Да нет, может, вредные какие-то. Ты клетки говоришь? Лейкоцит — это клетки. Это дрожжи. Да, только нельзя увидеть. Молекулы чего-нибудь, например. Прошу, кто отвечает? Лиза Авдеенко. Мы думаем, что это микроскоп. Микроскоп. Ну, благодаря какому прибору? Вопрос, да? Да. Благодаря микроскопу. Потому что микроскоп смогли рассмотреть микробы там, например. А что за игрушки это? Я думаю, что это вот мелкие какие-то микроорганизмы. Теперь, внимание, правильный ответ. Странные существа, которых многие никогда не видели. Это серия игрушек «Вирусы и микробы». И не могла бы она появиться без микроскопа. Лиза, ну раз вы не знаете, давайте я вам хоть расскажу, что это такое. Вот у вас фиолетовый — это ипштейн-бар. Вирус гриппа — это зелененькая, такая салатовая. Да, ветряная оспанная петуха похожа, такая с красным. Что еще вас интересует? Это кишечная палочка, господин Аскеров. Ну что ж, решающий третий вопрос. У нас за кулисами, господин Аскеров, находится то, что мы называем также «как называем растение, которое получило свое название из-за того, что в Древней Греции произрастало на скудной каменистой почве». Что у нас за кулисами? Петрушка, это камень. Петрушка, это камень. Потому что петрушка, это камень. Петр, камень, у нас Петрушка. Мы называем так же, как то, что. Как же как растение? Давайте там, сосна, пенера, пенера. От камней, да. От камней тут Петрус, да? Литус еще, Литус латынь. Кто отвечает? Ровшан. Ровшан Аскеров. Мои скудные познания греческого подсказывают мне, что Петрос это камень. На камени, видимо, она стала там Петрушка. А так же, как Петрушка, мы называем игрушку, ну, Петрушку персонажа кукольного театра. Она же Пульчинелло, она же Панч. Ну, Петрушка. Камень по-гречески Петро, растение Петрушка, а у нас за кулисами игрушка Петрушка. Вот такая Петрушка уже 5-1. 5-1. Скажите, пожалуйста, а есть ли в зале кто-то, кто считает, что команда Виктора Сиднева еще имеет шанс оказаться в финале года, что игра сейчас перевернется? Господин Вивоков, вы так не считаете, я так понимаю. Кто знает, игра покажет, но... Но вы верите в это? В смысле? Я специалист кафедры теории вероятности. Я понимаю, что есть такая-то вероятность. Но она мала, к сожалению, часть. Мала, на ваш взгляд. А есть кто вот уверен, что сейчас игра перевернется и все будет по-другому? В другую сторону умеет камера смотреть? Или только в этом? Вы так не считаете? Давайте направо камера, направо. Никто здесь не считает. Госпожа Потанина опустила глазки. Госпожа Кислинкова опустила глазки. Так не считает. Нет, нет. Таких нет. Но давайте до главных героев дадим. Вот. Вы считаете, что все перевернется? Конечно. Вы болеете за команду Сиднева или почему так? Просто стоим рядом с ними. При этом я все равно болею за команду, которая за столом. Энергетически команда Сиднева ко мне ближе. Ну хорошо. Леонид, а вы в это верите? Нет, не верю. Я верю в команду Балаша. Балаша. Красота. Мы посмотрим. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, по окончанию этой игры Сергей Новиков определит лучшего игрока команды Балаша Косумова и вручит ему приз «Хрустальный атом». «Росатом. Корпорация знаний». Сергей, вы руку не поднимали. Тоже считаете, что все-таки команда Косумова доведет до победы, да? Ну, если выражаться таким спортивным языком, у них 4 матч-поинта, то я думаю, что один из них они реализуют, скорее всего, да. Но, честно говоря, вот про «Хрустальный атом» заговорили. Очень трудно сейчас понять, кому вручать его, если дойдем до логического финала. Потому что очень слаженная игра команды. Я просто хочу это отметить. Но за ваше мнение я потом тоже буду благодарен. Чебоксары. Против вас играет разработчик технической документации Алексей Аганисян, город Чебоксары. Вопрос членораздельно произнесет сам телезритель. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! Что движет миром? Тройка черепах в одной упряжке. Звучит как древний миф, хотя загадкой новой веет. И кругосветка той из них, что двух других быстрее, поможет вам ответить – это что за черепашки? Три часа? Три часа? Три. Три секунды на разделье всех? Что? А почему черепашки? Тактиль яд. А вот эту букву яд писать где? Черепашки. Он выделял буквы. Веет. Веет. Он четко читал каждую зму. Артикуляцию. Черепашки. Членораздельно. Ну, косветка – одно из них. Кто из секундная, которая быстрее? А, 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 а! Ты что движет миром? Тройка черепах в одной упряжке. Звучит как древний миф. Почему? Потому что, Круглосветка, кто из них, это 60 секунд, это одна минута. Ормально. Почему? Так чудевая. А, а. То, есть, вот, смотри. Круглосветка, кто из них, двух быстрее поможет вам. То есть, одна быстрее. Да. Минутная. Одних часов, та из них, ну, что же. Наверное. Что за деб ook, секундная часовая минута? Почему, быстрее, чем лучшая? Минута, потому что у нас. Круглосветка, сегундная, это три минуты. А, как раз, не раздельно, зачем он хоть двух-тюбился? Что двух других быстрее? Может просто так. 60 секунд. Минута. Минута нам помогает. Хорошо, что? Почему минута? Надо трехсекунд, и давай быстрее. Что за черепашки? Все длинные. Кто отвечает? Прошу вас, Юля. Господин ведущий, нам кажется, что кругосветка, то из них, которая всех быстрее, это кругосветка секундной стрелки. Соответственно, одна из черепашек это секундная стрелка, вторая черепашка это минутная, и третья черепашка это часовая стрелка. Ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Авдеенко, по-моему, вы говорили эту версию, да? Мы говорили вместе. Вместе хором. Ну, смотрите. Юлия Лазарева о цилиндрах. Дмитрий Авдеенко о петардах. Елизавета Авдеенко вместе с Юлией Лазаревой о секундной стрелке. Все вместе на Блиц ответили, и 6-1. Счет 6-1 в пользу знатоков. Команда Балаши Касумова одерживает победу над телезрителями и выходит в финал юбилейных игр. Господин Сидних, но у вас тоже так было. Блиц, Супер Блиц не выпал, 13-й сектор не выпал. На пару вопросов ребята ответили, и вот он, результат. Вот имена победителей. Равшан Аскеров, возрожденный Равшан Аскеров, Елизавета Авдеенко, Юлия Лазарева, Дмитрий Авдеенко, Михаил Скипский и Балаш Касумов. Поздравляю вас. Сейчас Сергей Новиков назовет нам имя лучшего игрока команды. Прошу вас, Сергей. Господин ведущий, меня впечатлило, как пришло озарение к Юлии в ответе на процилиндры, поэтому я считаю, что на сегодня был лучшим игроком, хотя я еще раз скажу, что вся команда играла прекрасно. Поздравляю, поздравляю. Господин Гусельников, кому достанется приз за лучший вопрос? У меня очень нелегкий выбор, в том смысле, что вопрос только один, и я так понимаю, по правилам, я же в двух ипостасях, противоречивых, я не могу нарушать правила, но если вы хотите, разрешите, я могу их нарушить и дать приз выигравшему, вернее, проигравшему вопросу. А какой вам понравился? Ну, хотел бы поставить с вами, из команды, мне понравился и про цилиндры, например, вопрос был очень хороший. Да, про цилиндры отличный. Юлия Попова из Минска получит 150 тысяч рублей от Банка Москвы за вопрос о цилиндрах. 400 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными, и вся эта сумма для округлого счета поступает в призовой фонд, и там 3 миллиона стало 32 тысячи рублей. Эту сумму разыграют телезрители через неделю. Финальная игра состоится 26 декабря в 23 часа на Первом канале. Вновь сыграет команда Балаша Косумова. А эта игра окончена. Спасибо за игру! Голодцы! 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 Продолжение следует...